Братец, не пей! Козелочка, встанешь! А вот если выпить воды из Волги, то ничего не случится. Правда, если эта вода прошла через насос на очистительную станцию 2. Сейчас мы находимся буквально на дне Волги. Вода из водоема поступает вот через эти трубы с самотеком. Она не засасывается, поэтому рыбы и мальки сюда тоже не проходят. Там стоят специальные решетки, которые не пропускают. И только потом насосами вода поднимается вверх на более чем 100 метров. Оборудование полностью автоматизированное. Агрегаты мощностью более 3000 кВт работают с помощью управления плавного пуска, что позволяет расходовать энергоресурсы насколько возможно экономно. Если на прямом пуске мы потребляем очень большие кратные токи для запуска вот этого ротора, то есть для этого агрегата. Там 10-ти кратный, может 20-ти, может даже выше. А вот плавный разгон, он это урезает, то есть на минимальных нам токах. Разгоняем этот агрегат, да нужны нам скорости, да нужны нам характеристики. Все. Сейчас энергосбережению уделяют все больше внимания на всех уровнях власти. Культуру экономии ресурсов важно привить уже в детском и подростковом возрасте, говорят специалисты. Потому на станции проходят экскурсии для школьников. Показать ребятам, показать школьникам, откуда берется вода, как вот чтобы мы понимали, что что течет из крана, это не где-то что-то, это наша великая русская река, наша Волга. Ничто так не запоминается, как собственное участие. Поэтому можно много говорить об этом, но когда они воочию познакомятся непосредственно с тем, что происходит здесь, я думаю, это сыграет существенную роль. Еще одна цель таких экскурсий – провести профориентацию среди подростков. Показать, что на НФС можно найти применение разным специальностям – от инженеров до микробиологов и химиков. Современное оборудование требует уже другой квалификации. Соответственно, этот вопрос у нас состоит уже, он будет дальше все серьезнее нарастать. И мы заинтересованы, естественно, чтобы подготовленные кадры уже обеспечивали надлежащую эксплуатацию этого оборудования. После того, как вода из Волги поступила на станцию, она проходит несколько этапов очистки. Под ультрафиолетовыми лампами разрушается ДНК микроорганизмов. Затем ее осветляют, избавляют от микрочастиц, следом хлорируют, и только после этого ее можно считать питьевой. Я не ожидал, что так будет серьезно. Я думаю, так просто пройдет один этап очистки в город. Это, кажется, все серьезно. Уверен в том, что можно пить воду и даже не волноваться о том, что там какие-то микробы будут. Вода поступает у резервуары, а затем к потребителям. Но и ее проверяют в лаборатории по 50 показателям. Марина Матвеевична, Станислав Левин. События. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.